Главное за день. Подробности гибели туристов, лесные пожары и победы красавиц Бурятии. У меня есть знакомые, которые ставили, как бы, еще в первой волне, все живы, здоровы, все нормально. В майские праздники работают все пункты вакцинации против ковид-19. В эфире АТВ новости. В студии Наталья Китаева. Здравствуйте. Подборку главных событий дня подготовила моя коллега Мариам Восконян. В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов. Напомню, два дня назад на перевале Горелого произошел сход снежной массы. Один мужчина умер на месте, двоих завалило снегом. Вскоре их тела нашли в 10 метрах от места гибели первого мужчины. Поиски были достаточно быстрыми. Буквально через три часа оба тела нашли в одном месте на расстоянии полутора метров под снегом. Из всей группы удалось выжить двум туристам. Их уже эвакуировали в Иркутске, передали врачам скорой медицинской помощи. Из-за сильного ветра леса Бурятии под угрозой риск пожаров высок как никогда. Об этом на заседании оперштаба заявил Петр Мордовской. Малейшее возгорание в лесном массиве или населенном пункте должно ликвидироваться как можно оперативнее. Ветровая нагрузка очень сильна, а зеленой травы пока нет. И влага может быстро уйти, а ситуация изменится в любую минуту. Расслабляться некогда. Тем временем специалисты продолжают ловить нарушителей. Всего за сутки лесники составили 24 протокола, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности во время особого противопожарного режима. Скончался министр юстиции Бурятии Николай Батоев. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Причина смерти пока не ясна. Ему было всего 39 лет. Напомню, Батоев возглавил Минюст в августе 2019 года. Редакция телекомпании АТВ выражает соболезнования родным и близким Николая Александровича. Вячеслав Домдинсурунов принял участие в итоговом заседании коллегии Минспорта России. Оно прошло в Москве. Подвели итоги спортивного года, итоги выступлений наших спортсменов на международных соревнованиях. Были определены приоритетные задачи развития физической культуры и спорта на ближайший год. Считаю, что коллегия прошла продуктивно, успешно. Будем работать дальше. Особое внимание уделили двум законопроектам. Если коротко, их авторы предлагают наделить тренеров статусом педагогических работников, чтобы повысить уровень их социальных гарантий. Немало противников изменений, но в то же время у них очень много сторонников. Я думаю, что в ближайшее время все шероховатости будут устранены. Принятие нового закона создаст много благоприятных условий. В первую очередь для спортивных тренеров, чей труд часто недооценен. В Бурятии установят рекорд победы. Молодежно-патриотическая акция по отжиманиям пройдет в Бурятии с 5 по 9 мая включительно. Она посвящена годовщине победы в Великой Отечественной войне. Данная акция проводится у нас с 2012 года в связи с ограничениями. Данная акция у нас второй год проходит онлайн. Поэтому необходимо выложить видеоотчет с отжиманием в своих социальных сетях. Обязательно просто должен быть открытым, отметить ссылки организаторов, ну и написать, какое количество отжиманий было выполнено. Во время акции участники отожмутся 27 759 раз. Именно столько дней прошло с окончания войны. К участию в акции приглашаются школьники, студенты, а также все, кто неравнодушен к спорту. Ограничений по возрасту нет. Корону миссис Бурятия получила Цирена Маланова, а миссис Улан-Удэ Наталья Котова. Накануне прошел финал конкурса красоты среди замужних мамочек. Любовь к сцене с детства. Спасибо конкурсу миссис Бурятия за возможность стоять и блистать. Будем готовиться к миссис Россия Мира. Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия Мира-2021» состоится в Москве с 1 по 5 июня. Представлять Бурятию туда поедет Цирена Маланова. Солистка театра Байкал Горелмажа Алсанова презентовала клип на песню «Бе-Бе-Гомная», что в переводе означает «Берегите друг друга». Ее авторы Домбажил Сараев и Анатолий Андреев написали композицию в 1982 году. Ее знают почти все жители Бурятии, однако клип на песню сняли только сейчас. Сценарий клипа написала сама Горелмаун, основывая на традициях бурят. Раньше, если в семье было слишком много детей или девушка родила слишком юной, ребенка отдавали родственникам, которые не могли иметь детей. Это и случилось в клипе. Ее главными героями стали актрисы бурятского драматического театра. Над съемками работала команда из театра «Байкал». Посмотреть его можно на YouTube. Майские праздники – это не только повод, как следует отдохнуть, но и уделить время своему здоровью. Все выходные в ЛНД проходит вакцинация против коронавируса. Анастасия Левина расскажет, как и где это можно сделать. В Бурятии продолжается вакцинация против COVID-19. И даже майские праздники – не помеха для тех, кто заботится о своем здоровье. Все желающие могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства, независимо от регистрации. Процедура простая и совершенно безболезненная. Для того, чтобы поставить прививку против COVID-19, достаточно прийти в поликлинику, зайти к терапевту, там вас осмотрят и дадут допуск для того, чтобы пройти в следующий прививочный кабинет. Там вы ставите прививку, а после этого полчаса следите за состоянием своего здоровья здесь. Вакцина ставится в два этапа с перерывом в 21 день. Первые три дня прививку нельзя мочить, посещать сауну или баню. Возможно повышение температуры до 37-38 градусов. Также будет возможна местная реакция в виде покраснения, отежности, непосредственно на месте введения вакцины. В таком случае необходимо принять антигистаминные препараты. Все мы знаем, что заболевание наиболее тяжело и непредсказуемо протекает у лиц старшей возрастной группы, у лиц, имеющих заболевание сердца, сосудов, легких, почек, а также лиц, страдающих сахарным диабетом. И на сегодняшний момент вакцинация является единственным и самым надежным способом защитить себя и своих близких. В майские выходные будут работать все пункты вакцинации против COVID-19. Для ее прохождения необходимо предварительно записаться на портале госуслуг или по телефону регистратур поликлиник. Анастасия Левина, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Характер становится такой сильный, не то что тело. У нас просто красивое тело. Приближается чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Жаргалма Бадмаева задала самые интригующие вопросы членам сборной. Как удачно выйти замуж или жениться? В глаза смотреть надо. Глаза не врут. Как удачно выйти замуж? Советы Улан-Уденцев в рубрике «Улан-Удэ-Лайф». Шокер цена в Абсолюте. Чистящий гель «Санфор» со скидкой 44% всего за 77 рублей. С заботой. Ваш Абсолют. Оптика СССР. Такую выгоду нельзя пропустить. В оптике СССР весенние скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Успевайте до конца апреля. Приходите в оптику СССР. Мы все ждем, не дождемся чемпионата России по вольной борьбе среди женщин. Он пройдет в столице Бурятии с 11 по 12 мая. Подогревает интерес то, что этот турнир предолимпийский. То есть по его итогам станет ясно, кто достоин представить сборную страны в Токио. А пока наш корреспондент Жаргалма Бадмаева познакомилась со сборной Бурятии и узнала, как спортсменки относятся к тому, что борьбу считают не женским видом спорта. И почему, на первый взгляд, хрупкие девушки выбрали одно из самых сложных спортивных направлений. Об этом в следующем сюжете. Парсовская семья. У меня старшие братья занимаются вольной борьбой. И у меня вот, ну, брат приходил, Костя, 87-го года на два года старше меня. Он приходил и на мне дома отрабатывал. И все. Ну, там на полу, на кровати вместе бороли, на траве, на улице. И кто кого? И все. Ну, я физически сильнее была. Он у меня техникой выигрывал, я его физикой выигрывал всегда. У нас в деревне я раньше танцевала, пела. И еще у нас секция вольной борьбы была. И все. Ну, выборов было немного. Я после танца приходила на борьбу. Все в борьбе осталось. Я пришла в шестом классе. Меня привел сестры муж. И потом дальше как-то все пошло. Мне понравилось. Потому что там есть азарт, как-то адреналин, побеждать, вот это все. В деревне было мало секций. Ну, были как танцы, волейбол, ну, баскетбол. Рост у меня невысокий, поэтому я пробовала и в танцы ходить, но не завлекло, как борьба. То есть я пошла в зал, когда мне было 11 лет. Ну, как пришла у меня папа борец. И все. Получается, у меня братья сначала ходили, также тренировались. После этого я ходила, полгода смотрела, смотрела на них. И все-таки решила заняться. Ну, думаю, все равно спорт поможет. При поступлении как-то, где-то какие-то льготы будут. Я вообще калмычка сама. Училась, там жила. Со второго класса занимаюсь борьбой. Пришла просто ради интереса поиграться. С 2012 года я начала профессионально заниматься. Приехала в Бурятию, вошла в сборную России. И с 2013 года, получается, у меня пошла спортивная борьба. Ну, имею в виду профессиональная. Наоборот, мне кажется, ну, по мне не сказать, что я такая мужеподобная. Наоборот, все удивляются, что ты вольной борьбой занимаешься. Я говорю, да, вот борьба меня сделала вот такой. Наоборот, я стараюсь быть женственной всегда. Всегда стараюсь одевать каблуки, платья. Ну, даже родители мне не говорят о том, что не занимаюсь. Наоборот, говорят, занимайся. Только осторожно. Тут какой-то стереотип, потому что я так не считаю. И в других видах спорта есть как женское, так и мужское. Почему-то именно борьбу они склоняют больше к тому, что это мужской вид спорта. Допустим, боксан, ну, не говорят то, что, ой, это же мужской вид спорта. Но я, по крайней мере, может, не слышала. Сейчас много видов спорта, которые, как говорят, что не для женщин. Борьба – это такой вид спорта, в котором собраны все виды спорта. И легкая атлетика, и игры тот же футбол, баскетбол. То есть полностью мы развиваем не что-то одно, мы развиваемся полностью. И не только тело, но и ум. Без ума ты тоже в борьбе многого не добьешься. Все говорят, что это не женский вид спорта, хотя здесь много девочек женственных. Они просто подтягивают форму, они выглядят женственно. Даже, допустим, по нам не скажешь, что мы занимаемся борьбой. Это не обязательно, знаете, что девушка занимается борьбой, они такие мужеподобные, такие здоровые. Нет, это неверно, мы такие же, как и все, худенькие, потянутые. Наоборот, становится грациозной. Наоборот, ну, вот, когда люди так думают, охота еще быть красивее, наоборот, стараться. У меня фигура, я не скажу, что мы же подобные, наоборот. Все говорят, что я похожа на модель. Все верно говорят. Мое мнение, я не считаю, что мы такие мужики, мужеподобные. У нас просто красивое тело. Об этом много говорят, говорят, мол, походка, или какие-то манеры меняются. Многие кривые, да, еще говорят? Да, вот такое это тоже бывает. Но, тоже скажу, что не каждая девочка, ну, может, у кого-то было из детства какие-то повадки, ну, то есть, может, она в детстве играла все время с мальчиками, да, вот, она пришла в борьбу, это еще больше усугубилось, ну, такое возможно. Но тут же опять зависит от человека. То есть, если девочка женственная, она и будет женственной. Но, тем не менее, здесь очень сильно закаляется характер. Нет, борьба не портит фигуру. Вот, я, например, когда тренировалась, никто даже не думал, что я занимаюсь борьбой. Вам сейчас не скажут. По мне и сейчас, да, не скажут. И все. А также, получается, я состоялась как мама, у меня двое детей, то есть, вышла замуж, со здоровьем все в порядке, потому что некоторые боятся, что если в борьбу девочки уйдут, что потом родить не смогут, или замуж выйти. Это все, мне кажется, не так. Что ломаются уши, то, что это некрасиво, но с этим я согласна, о том, что портится фигура, я не думаю, это наоборот плюсы, наверное, спортивных девушек, то, что формы какие-то подтянутые, и здоровье подтянутые, ну, как бы, я только плюсы вижу в этом. Нет, ну, это все равно дозировать, конечно, не так, ну, там, качать желе, там, большие веса брать, например, мама двоих детей, нормально, у меня роты прошли, все отлично. Могут быть микротравмы, а так, нет, все, все занимаются, рожают, приходят обратно, я не считаю, что это опасно. Любой вид спорта приводит к каким-то травмам, к каким-то болезням, это тоже, никто не застрахован, здесь же тоже зависит от самого человека, то есть, вот, спорт, ну, как говорят, физкультура лечит, спорт калечит. Я не знаю, смотрите, у нас, с нашего, как бы, взрослого поколения, да, все девочки, все являются мамами, и у всех, ну, один ребенок точно, есть два, и вот трое, как бы, это стандартно. я, допустим, сама мать, недавно родила, и мне только на пользу борьба, я пришла, я восстановилась, я чувствую себя, наоборот, бодро, это придает, наоборот, мне силы, ну, как бы, я довольна. У меня никогда не было то, что я хотела бы быть мальчиком, или еще такое. Что для тебя значит быть женщиной? Это быть ухоженной, воспитанной, скромной, вот, и доброй. Для меня очень важна доброта, потому что, звать так много, а женщины, они умеют, вот, именно добротой делиться, эмоциями. Мужчины более сдержаны, то есть, они не всегда искренне могут выражать свои эмоции, так как женщины. Поэтому я считаю, что быть женщиной, это красиво. Вы одиноки, ищите любви, мимолетные свидания не приводят к серьезным отношениям, хочется крепкой семьи и душевного тепла, а замуж никто не зовет. Мы не знаем, как вам помочь, но, возможно, вам помогут советы горожан. Рекомендации для тех, кто хочет удачно выйти замуж в нашей постоянной рубрике Улан-Удэ-Лайв. Наверное, все слышали эту историю о Барак Обаме и его жене Мишель, о том, как пара заехала на заправку и Мишель Обама узнала в заправщике своего бывшего возлюбленного. Тогда Барак Обама сказал, если бы ты вышла за него замуж, то сейчас была женой заправщика. На что его жена ответила, если бы я вышла за него замуж, сейчас бы он был президентом США. Это история о том, как важно не ошибиться в выборе партнера, но как удачно выйти замуж или жениться? Сегодняшний Улан-Удэ-Лайв как раз об этом. Поехали! Как удачно выйти замуж, жениться? Ой, у меня лучше нет. Ну тогда, извините. Ты подожди жениться? Ну, чтобы девушка была хорошая, просто и все. Ну вот вы по каким пунктам выберете себе жену? Чтобы была милая, добрая, умная, что еще не гулящая. Ну, в плане того, чтобы по клубу не шарахалась, не гуляла. Ну, если иногда-то пошарахаться нельзя немножко? Думаю, нет. Девушки не приемлемы. Улететь в Корею? Зачем именно? Зачем замуж сходить? В принципе, да. Можно и одну счастливо жить. Замужем? Да. Зачем вышли замуж? Захотелось. В семейной жизни все дела. Лучше завести гарем. Гарем? Да, два, два. И тогда точно все будет круто? Да. А лучше быть одной? Да, вообще-то да, лучше быть одной. Ну, все-таки гарем или одной? Ну, в Корею. А зависит от настроения? А, да? Ну, сегодня одна, завтра в Корею. После завтра в Корею. Это, наверное, плохо определяет. Судьба такая, да. Например, вы где познакомились с своим мужем? На работе. Так что, а где угодно можно познакомиться, мне кажется. Можно, не знаю, в очередь в магазин познакомиться. Увидел в магазине. В магазине? В магазине познакомился. Вы сами подошли? Не побоялись? Ну, я долго стеснялся, выбирал ее, смотрел. Стеснялся сильно. Ну, потом, когда она вышла уже с магазина, я вот встретил ее. Снимаешь? Глаза смотреть надо. Да. Глаза не врут. Вы так выбирали себе жену? Жену? Да. Бывшую. Потом она развивается. Она сама захотела, да? Развестись. Я вынудил ее. Жалеете? Очень. Она живет в городе Кирове. Я офицером служил, я оттуда. Она со мной развелась, сказала, езжай в свою Бурятию своим родным. Я очень жалею, что у нее такая хорошая. Такого цвета, с такими глазами жена белорусская. Самое главное, чтобы он верный был. Верный. И постоянно не менялся. Ну, потом с деньгами, наверное, немного. Ну, там, не знаю, миллионеров, надо спрашивать. Ну, или девушек, которые женаты на миллионерах. Или просто девушек. Ну, там не полюби, давайте сейчас. Там под деньгом. Думаете? Конечно. Разве нельзя полюбить миллионера просто потому, что он хороший человек? Вы в это верите? Ну, представьте, у меня есть миллиард, я вам скажу, поедете со мной. Вы со мной поедете, я уверен. Да. У меня будет классная тачка, у меня есть классная тачка. Вы со мной поедете, в любом случае. Как вы ужасно относитесь к девушкам. Да почему? Ну, так оно и есть. Ну, не все же такие. Все. Ну, я вам скажу, у меня классная тачка, вы со мной поедете? Нет. Почему? Не хочу. Я не люблю богатство. Можно бедного взять и из него потом сделать богача, да? А нет, это я не знаю. Это как смотреть в наше время, деньги тоже много значит. Нужно воспитывать из него свежую помощь. Воспитывать, конечно, сразу ничего не получится. Он мне только к 40 годам. А, да? Ну да, созрел, как говорится. А почему думаете, что мне нужно богатство? Ну, я оттуда не знаю. Ну, лучше делать такое вывод. Да. Просто я вижу это. Постиненно. Понимаете, каждый день я вижу это, как они ведутся на это все. Вот так вот. Есть машина? Нет добра, нет любви, что ли? Может быть, и есть. Но я думаю, что нет. Главное, любовь? Ну, да. Любовь существует? Да. Ну, да. Наверное, да? Затрудняюсь ответить. Наверное, существует. Возможно, это прозвучит очень банально, но главное – это слушать свое сердце. Влюбляйтесь, расставайтесь, разочаровывайтесь и снова влюбляйтесь. Ваш человек все равно найдет вас. Полиня Родная, Варенчин Павлов, телекомпания АТВ. Всем любви. В преддверии посевной глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев порекомендовал фермерам перейти на жидкие удобрения. Их применение помогает благоприятно перенести критический период развития. Так, по опыту российских коллег и оценкам экспертов, прибавка к урожаю составит примерно 30%. Успешный опыт есть и в Бурятии. Сельхозтоваропроизводители Джидинского района в прошлом году увеличили урожай зерна яровой пшеницы на 5 сантиметров на гектар, или 38%. Я напомню, что в новой должности Галсан Дареев продолжает свое турне по районам республики. Завтра он посетит Кижингинский район и проверит подготовку к агросезону. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте и в социальных сетях. С вами была Наталья Китаева. Всего доброго и до встречи в эфире. С Абсолютом готовит легко. Соус стебель бамбука со скидкой 34% всего за 39,89. С заботой ваш Абсолют. Оптика Сосек представляет коллекцию очков 2021 года мировых брендов. Создай свой новый мир в очках от оптики Сосек. Будьте яркими. Будьте стильными. Ваша оптика Сосек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok